Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В прошлом году показатель вырос в два раза, тогда работодатели приняли полторы тысячи человек и получили за это субсидии. Субсидируемый найм – это федеральная программа поощрения работодателей, которые трудоустраивают инвалидов, выпускников, предпенсионеров, одиноких и многодетных родителей. За каждого трудоустроенного в этом году компания может получить 73 тысячи рублей, по 24,5 тысячи рублей за первый, третий и шестой месяцы работы сотрудников. Это минимальная зарплата, увеличенная на сумму страховых взносов и районные коэффициенты. Из всех трудоустроенных по программе 83% представители рабочих профессий. Активно принимают участие в программе такие промпредприятия, как УМПО, НИФАС, Искусственная кожа, Салават Стекло, Красный Пролетарий. Ведомстве отмечают, что несмотря на господдержку, фиксируется дисбаланс на рынке труда. Приходится на одно незанятого гражданина 8-9 вакансий. Это достаточно большой дисбаланс. И учитывая то, что те граждане, которые обращаются и просят работать, здесь тоже надо смотреть, что больше всего просят именно для бизнеса, администрированный, гуманитарный наук, то есть те, кто обращается. И, на самом деле, такой дисбаланс есть, с учетом того, что, в принципе, положительный идет и с нашей стороны, и с страны, и с тех, кто обращается на рынке, части подготовки кадров именно рабочих профессий, что мы так предполагаем, что в ближайшее время все-таки эти профессии у нас будут заняты. Программа субсидирования была запущена в марте 2021 года. Работодатели получали субсидии за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года. Первый год реализации в республике трудоустроили более полутора тысяч безработных. Включение счетов за капитальный ремонт в общую платежку жителей Башкортостана повысило собираемость до 100%. Об этом заявила министр ЖКХ республики Ирина Голованова на заседании профильного комитета госсобрания. По ее словам, всего в регионе капитальным ремонтом охватили более 7 тысяч многоквартирных домов, из которых в этом году 665. Общие расходы за 2023 год составил почти 6 миллиардов рублей. Часть средств выделила республика, что позволило приступить к ремонту крыши в небольших домах в отдаленных муниципалитетах, где собранных денег жителей не хватило бы из-за роста стоимости стройматериалов. При этом 400 миллионов рублей израсходовали на замену лифтов в домах. Ирина Голованова отметила, что платежная дисциплина людей повысилась. Если в прошлом году собираемость составляла почти 96%, то в этом году республика вышла на полную собираемость взносов за капремонт. Для того, чтобы все-таки увеличить собираемость, мы пошли на шаг, включили капремонт в единую платежку. Я думаю, что это все-таки позволит сохранить собираемость. Плюс у регионального оператора действует целая служба по взысканию долгов. И у нас, пусть небольшими темпами, нам получается взыскивать долги, которые более трех лет даже, взыскивать какие-то долги с прошлых лет. Понемножку, понемножку мы это собираем. В планах на 2024 год направить на капремонт 4 миллиарда 800 миллионов рублей и провести работы в 568 многоквартирных домах. Республика добавит к взносам жителей еще 700 миллионов рублей. Ради Хабиров и Андрей Назаров проинспектировали ход восстановления Дворца культуры города Красный Луч Луганской Народной Республики. Ремонтные работы подходят к завершающей стадии. Рабочим необходимо было восстановить более 5000 квадратных метров кровли, после чего приступить к ремонту фасада и помещений. Всего же Башкортостан взял на себя обязательство привести в порядок 57 объектов инфраструктуры, детских садов, местных клиник и жилых домов в городе Красный Луч и селе Петровское ЛНР. Работы продлятся до 2025 года. Рабочему инженерному персоналу глава Башкортостана вручил государственные награды. Ранее Ради Хабиров побывал на передовой, пообщался с бойцами башкирских батальонов Салавата Юлаева, Менегалеша и Муратова. Руководитель региона интересовался обеспеченностью воинов. Встреча будет у меня с командиром Шеймуратовцев. Они-то совсем на передовой находятся. Я хотел узнать, как у него дела, потому что батальон Шеймуратов у нас самый боевой, конечно. Также Ради Хабиров Андрей Назаров и руководитель администрации главы Башкортостана Максим Забелин встретились с медиками, командированными из нашего региона в Красный Луч для оказания помощи военным и местным жителям. Глава республики оценил наличие лекарств в аптеке и уточнил, когда в новых регионах появится система обязательного медицинского страхования. Корпорация развития Башкортостана объявила торги на первый этап строительства сетей электроснабжения особой экономической зоны Алга. Начальная максимальная цена контракта составляет 560 млн. рублей. Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо проложить кабельно-воздушные линии протяженностью в более чем 4 км, расширить распределительные устройства. Работы по контракту должны быть завершены в течение 18 месяцев. Оплата по договору осуществляется заказчикам за счет средств субсидий, предоставленной из региональной казны. Как сообщал ранее РБК УФА, в июне 2023 года правительство России одобрило планы по расширению территории особой экономической зоны Алга в Башкортостане. ОС увеличили за счет включения в нее территории индустриального парка Уфимский. С 2020 года в зоне работает 12 инвесторов, еще 5 готовятся получить статус резидента. После этого площадка ОС на границе Ишимбайского и Стритамаксского районов будет заполнена на 80%. В связи с этим и было принято решение увеличить площадь. 2,5 тысячи жалоб на кредитные организации направили жители Башкортостана в Банк России. Это на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Четверть обращений касаются потребительского кредитования. Наиболее актуальной для заемщиков остается проблема погашения кредитов. Эта тема касается 30% всех жалоб. Добавлю, что в начале 2024 года вступит в силу закон о постоянных кредитных каникулах по потребительским кредитам. Он поможет заемщикам, у которых сложности с выплатой долга, связанные с ухудшением их финансового положения. Временно приостановить платежи по кредиту или займу можно будет в двух случаях. Если доходы заемщика снизились более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. И если заемщик пострадал от чрезвычайной ситуации, катастрофы, стихийного бедствия и так далее. По одному кредиту или займу можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода и один раз из-за чрезвычайной ситуации. Всего за январь-октябрь этого года жители Башкортостана направили в Банк России 4800 жалоб на работу финансовых организаций, в том числе МФО. Это на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на Эрбургам.